Затянувшиеся проблемы. Бывшие работники, обанкротившиеся в октябре 2012 года компанией Уренгоя Газдорстройматериалы, до сих пор не получили в полном объеме свои заработанные деньги. Более того, в ведомственном общежитии, в котором до сих пор живут люди, сегодня отключены все коммуникации. В апреле 2013 мы пытались разобраться в ситуации. Тогда бывших работников временное руководство компании обещало не оставить в беде. Но точка в этой истории не поставлена до сих пор, продолжит Дарья Федорова. Вот у нас вода. Мы вот так набираем ведерочки, пятилитровочки. Вот все. То есть это и пьется? И пьется, и естся. Все это. Это все. Вы видите, как издевается-то над нами. К таким условиям здесь уже давно привыкли. Нет отопления, нет ни горячей, ни даже холодной воды. А несколько дней назад отключили электричество. Раньше, когда оно было, эту воду жильцы могли нагреть, чтобы помыться или приготовить еду. Сейчас у них нет и этого. Отключены абсолютно все коммуникации. О, по привычке еще свет включаю. А света-то нет. Еще кроме того, что не шага, что-то еда. Ну, это ладно, бухгин. Ну, так вот, так вот можно зайти. Это сейчас вот люди, ваше, по-моему, оручь, вот люди встают днем. Вот как ходить в туалет? Мало того, что нет тепла, к тому же сильно задувает из окон. Даже пес утепился, как смог. Одетые спины, ну, как штаны одеваем, халат теплый, махровый, штаны, носки теплые. Ну, болеем. Уйдите, какой голос уже. Как выяснилось, работники фирмы «Уренгой» «Газдорстройматериалы» изначально были заселены сюда незаконно. Да и здание не было официально оформлено, как жилое. Люди, проживающие в данном здании, были вселены бывшим работодателем фирмы «Уренгой» «Газдорстройматериалы», которым использовалось данное помещение в качестве общежития. Вместе с тем, какие-либо правоустанавливающие документы на вселение, этими людьми, проживающими в данном здании, в прокуратуру города не представлены. В июле 2014-го это здание перешло в собственность к индивидуальному предпринимателю. Он, в свою очередь, обратился в суд с исковыми требованиями о выселении жильцов этого дома. В настоящее время ряд данных исков уже рассмотрен. Исковые требования индивидуальному предпринимателю удовлетворены. То есть на граждан, проживающих в здании по адресу Мегастралина 58, возложена обязанность освободить данные жилые помещения. Ряд исков еще находится на рассмотрении. Собственник, соответственно, имеет полное право отключить дом от всех коммуникаций. Как говорят в прокуратуре, после того, как фирма Уренгой Газдорстройматериала обанкротилась, жильцы Мегистралина 58 были официально предупреждены о том, что жилищный вопрос им придется решать самостоятельно. Но что касается долга организации перед экс-работниками, часть денег уже выплачена. Остальную сумму бывшие сотрудники получат после того, как состоятся очередные торги имущества предприятия. Дарья Федорова, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс». Продолжение следует...